Деловая, глянцевая, спортивная. Вся пресса. В одной программе. По всем статьям. С вами Ника Горбунова. Каждый будний день. По всем статьям. Команда 2014. Игра уже началась. Зимние олимпийские игры. Итак, уважаемые слушатели, каждый день на радиостанции «Маяк» дает возможность своим слушателям выиграть набор символикой зимних олимпийских игр в Сочи. И стать одним из претендентов на то, чтобы получить свое пользование новую иномарку. А теперь... Лена. Менефис. Каждый день в эфире всех шоу «Маяка» все подробности на сайте «Радиомаяк.ру». Для того, чтобы принять участие в проекте «Команда 2014» необходимо разместить свою фотографию. Зимние тематики на сайте «2014.радиомаяк.ру» и собрать как можно больше тасов своих друзей через социальные сети. Лена. Звезды говорят заставку, дай. Каждый день в эфире всех шоу «Маяка» мы определяем победителей текущего голосования на промо сайте проекта, который получает в подарок набор символика зимних олимпийских игр в Сочи. Абсолютно чемпион голосования. Каждый день в эфире всех шоу «Маяка». Абсолютно чемпион голосования получит свое пользование новую иномарку в день открытия зимних олимпийских игр в Сочи. Все подробности в эфире «Маяка». Сейчас мы быстро объявим сегодняшнего лидера. Дима. Город Томск. 25 лет. Находится в прекрасной спортивной форме. Да, хоккеиста. Посмотри. Видишь, открыт рот в напряженной речи. Я люблю хоккеистов, они дерзкие. Ну, в общем, играйте и выигрывайте. Все. Команда 2014. Игра уже началась. «Маяк». Живой звук. Уважаемые слушатели, ну, а теперь начинается наш самый любимый эпизод. Практически девятый эпизод программы «Живой звук». На канале «Россия-1» в полночь, ну, сегодня будет 0 часов 5 минут, выйдет программа «Живой звук», где наши звезды российской эстрады – Светлана Сурганова, Ирина Климова, Алексей Воробьев, Дмитрий Колдун, Соса Павляшвили, ну, а также вот наши гости Людмила Соколова будут петь чужие песни своими голосами. В поддержку этого проекта мы пригласили сегодня в студию Людмилу Соколову и Светлану Сурганову. Здравствуйте. Здравствуйте, Василия. Девочки. Здравствуйте. Какие они милые, красивые. Давай их покусаем. Давай, это твоя. Прирогатива. Ну, хорошо. И сегодня эти прекрасные девушки будут в нашей студии петь песни не свои, а чужие. И надеюсь, что вы своим голосованием докажете, что одна из этих девушек, естественно, победит в сегодняшнем нашем конкурсе. И тот конкурс. И тот конкурс, да. Не говорите, да. Да. Светлана, мы не будем тебя представлять, потому что все слушатели так тебя прекрасно знают, твои песни, твои… Очень приятно, я думаю, вам, Светлана. Да. Можно мы начнем с Людмилы? Дело в том, что Людмила Соколова, я думаю, кто такая Людмила Соколова? Откуда она появилась? Да никто. И потом вдруг я открываю пристрелив и сочетаю, что песенка «Я волна, новая волна, ля-ля-ля». Ну, когда диджей, я думаю, диджей Смэш, какой у нее тонкий голос проникновенный. А это, оказывается, не его был голос. Он подковал его просто в момент пели этой песни. Людмила Соколова, как вы вляпались в эту историю? Да, вляпался 7 лет назад. Да, понятно, что да. Да, он в ресторан, я там пела. Он говорит, какой тембр интересный, можно спеть песню? Я говорю, да можно. Спела, через год мне звонит Андрей Ширман, он же диджей Смэш, и говорит, Люда, песня становится популярной. Я говорю, спасибо большое. Вот так и получилось. Людмила Соколова, а можно послушать немножко, чтобы вы просто удостоверили, что это ваш голос? Я волна, новая волна, подо мной будет вся страна. Вот такой вот голос. Круто! А где вы его прятали? Почему мы не слышали вас? Он прятался то тут, то там. Нет, где вы прятали его, расскажите нам. Ну, конечно, я как человек, который хочет работать над собой, над голосом, и который всячески противится петь только попсу, работала в ресторане. Пела на шести языках там. Конечно, долгое время я прошла школу, ресторан. Какое репертуар в этом ресторане? Ой, разное, итальянский, испанский. Это очень сложно, правда, в ресторане петь? Это правда сложно. Это очень сложно, потому что, несмотря на то, что они все едят, пьют, там, не обращают на тебя внимания, они еще и не умеют аплодировать. Ну, это, может быть, и не важно. Главное, что они аплодируют внутри и для себя. Далеко-далеко, в глубине от души? Голубиня, она очень далеко. Светлана Яковлевна, простите, что я вас по имени и отчеству, потому что, мне кажется, что вы уже практически народная артистика нашей страны. Дело осталось за малым. Да, дело осталось. Кстати, а как попросить народное звание? Народное, не знаю, хотя бы заслуженное. Начнем с малого. Слушайте, давайте откроем. Мне сказали, что надо собирать какое-то бешеное количество публикаций, статей. Статей, публикации? Да, и потом, может быть, это возьмут на рассмотрение при своеме названии. Нет, мне Роман Трактенберг говорил, он хотел, 18 лет нужно отработать в этой структуре. 18 лет, да, и после этого ты там руководство, например, просто Ромка хотел очень. Да, и он говорит, и ходил все время к Сергею Сергеевичу Архипову. Это в официальном шоу-бизнесе в каком-то официальном, в каком-то лейбле. А у меня же такой неофициальный, у меня. Я сам себе режиссер. Тогда сложно. Света, скажи, пожалуйста, а войдет ли туда вот этот стаж творческий, твоя работа в группе в медицинском училище? О-о-о, почему нет? Ну, почему нет? Почему нет? Меня что удивило? Я вот, мне казалось, Света всегда, это оплот, ну, как бы, знаете, такой консервативности, в хорошем смысле этого слова. И вдруг я читаю о том, что Света в медицинском училище пела в одной группе со своим преподавателем. Что вас связывало? В режим рог, в интерьере? В музыке, в музыке. Петр Малаховский, с него, можно сказать, и началась моя музыкальная карьера, за что я ему очень... А скажи, пожалуйста, как он тебя разглядел, когда ты порезалась скальпелем? Почему вдруг он почувствовал, что у тебя действительно... Там случился день рождения комсомола, 29 октября, и всем группам было предложено спеть какие-то комсомольские песни. Я на тот момент не знала ни одной комсомольской песни, мне было проще что-то придумать на эту тему. Я придумала, сколотила коллективчик по-быстренькому, и мы спели, спели бодренько. Петр Малаховский это заметил и сказал, а не хочешь ли ты послушать мои песни, давай-ка попробуем вместе помузыцировать. Вот так все и началось. Какая бодрая... Так, ну все, основы переходим к делу. Значит, смотрите, у меня в руках вот эта прекрасная коробочка. Я помню ее. Да. Она... Это подарок моей бабушке. У нас не совсем равные шансы. Да, просто Людмила была у нас уже... Учить человек, это просто королева караоке. Боже мой. Которая имеет богатейший опыт исполнения разных песен на восьми языках. Света, ты знаешь, свержение самодержавного режима, это наше все. Поэтому начинаем с тебя. Главное не количество языков, а главное душа. Конечно, конечно. Поэтому начнем, Света, с тебя, держи коробочку. Понятно, что после Людмила мне было бы вообще делать нечего. Ищи песенку, которая тебе понравится. Света, так... Так, значит, Света... Никто не подглядывай. Да, Света открыла мою прекрасную шкатулку. Марфа Васильевна, кстати. А тут вообще, знаете, вот... Что? Я, наверное, очки надену. Чтобы рассмотреть, вот бумажка получше. Да, что мы ведь артисты непростые люди. Пока Света ищет... Тут все как-то так вот, все очень круто закручено. Закручено, да? Закручено, что вот так смотришь, и даже никак не раскрутить. Да, мы любим неприятности. Да, просто смотришь, так смотришь, вообще... Светлана, ты понимаешь, так... Так, Светлана, мне кажется, вы начинаете, как та маленькая свинка в апельсинах просто. Только что они пишут, это шедевр. Ты так интересный, потому что... Знаете, женщина. Ну ладно, хорошо. Нам же надо поговорять, что вы тут выбрали. Ну ладно, так, ну вы же прабабушка там что-то рассказали. Конечно. Может быть, тут какой-то клад, там, золото. Нет, к сожалению, я уже все выскреб. Марфа сильно оставила в духе Красная Москва. Хорошо. И то, Ринат Литвинова потом у меня отпила чуть-чуть из флакона. Отпила? Да, ну... Извините, да. Я осталась сегодня без духов. Да. Так... Ну, в общем, признаюсь, вот кладя руку на сердце, я, конечно, немножко слукавила. Там была бумажка, я даже не смогла прочитать название, потому что там было по-иностранному. Я... А у нас полиглот есть. Вот. Поэтому я продолжу... Мы глотнем так. Чуть-чуть по-иностранному это вот лучше вот специально. Спасибо. И что же изотечественного у нас? А вот изотечественного мне попалось, я смогла даже писать. Земля не трава у дома. Ура! Земля не трава у дома? Ну, трава. Как приятно. Слушай, какой интересный сразу подтекст появился у песни. Конечно. Травка у дома. Вот почему он так выглядит. И земля в иллюминаторе, поэтому. Так, итак, Светлана Сурганова. Подождите. Наушники. Да, 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 да. У тебя есть хлеб? Да я знаю слова. Я ж алкоголик. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Не так? Так, так, так. Грусти до матери, как сын грусти до матери. Грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее. Чуть ближе, но все так же холодны. И как в часы затмения, и как в часы затмения. Ждем света и земные видим сны. И все вместе поем. Вау! 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 А мы летим орбитами, путями неизбитыми, Прошит метеоритами простор. А правда, моя музыка, Плывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой Земля в иллюминаторе, Вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, А сын грустит о матери, Ждет сына-мать, а сыновей Земля. И снится нам не рокот космодрома, Не эта ледяная синева, А снится нам трава, Трава у дома, Зеленая, зеленая трава. Вот даже в интервальчик получился, отлично. Еще разочек, давайте. Раз, и снится нам, там тройка, шуча, прогрышку. А как еще попеть-то хотелось, а? Да, нам еще чуть-чуть, да, нам еще чуть-чуть караоке. Да, слушайте, Олежа, там есть еще все-таки вот, нету, да. Светлана Стургана, уважаемые слушатели, 5533 все сообщатся с тобой, браво, браво, браво. Есть песни на все времена и народы. Светик, ты пригласил, Михаил Иконников, наш музыкальный редактор, посмотрите. Поставим эту версию в эфир. Да, конечно, у него даже волосы дыбом встали на голове, от счастья. Да, итак, уважаемые друзья, 5533 в нашем смоспортале, вы можете представить ваше мнение по поводу песни «Земля у дома», «Трава у дома», «Простите, наркоконтроль», да, и Светлана Стурганова. Ну, знаешь, какого-то на траву нас смотришь, и уже прям земля, бац, и перед тобой. Так, Людочка, теперь, когда ты успела стащить мою коробочку? Это не я. Она сама пришла. Она сама. Света, ну, ты знаешь, удивительная история. Вдруг вот какой-то комсомольский садор проник все-таки вот в недры этой песни. Весьма двусмысленный. И это хорошо. Ну, на том иностранном языке, на котором. А можно, что там была? Элвис Пресли, Blue Sweat Shoes. Да вы что? Ну, вы и самшевые ботинки! Почти что желтые ботинки, да. Так, дамы и господа, 5-5-3-3, все сообщения сейчас слова «Маяк». Слушай, мы же не помним же слова. У нас в ресторане, знаете, как было? Там была большая книга со словами, и все, что мы не помним, мы читали. И на пирпитр, да? Да, мы читали в этой книге. Знаете, я недавно видела где-то в фейсбуке, что ли, была фотография. Диджей написал на листочке. Дорогие друзья, песня «Боже, какой мужчина» стоит 1 миллион рублей. Поймите меня правильно. Это как он поставил? Вот. Молодец. Ничего, сегодня мы эту песню обязательно поставим. Он меня растерял. Новая песня «Blue», прости. «Голубые замшевые ботинки». Эллис Пресли. Музыка «Боже, какой мужчина» 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 Вы знаете, чем это сложно? Очень сложно. Во-первых, неожиданно песня выпадает, а во-вторых, мы же не знаем аранжировку. Аранжировку, да. То есть мы угадываем со Светой, когда будет припев, когда куплет, когда вставка. А в этом еще надо же попасть. Да, еще та нажесть. И еще душу вложить. То есть те, кто в коробки-клубы ходят, они же ведь рассказывают звукорежиссер. Мы хотим вот в этой тональности ли понести, повысить. А там можно? Я никогда никто не спрашивал. А нам нельзя ничего. Олежка на самом деле тоже, он тщательно очень отбирает, для того, чтобы они были красивые, более-менее такие качественные. Потому что есть такие фонограммы, что просто ку-ку. Под эту, под ее никуда. 5-5-3-3, все сообщения сейчас у Маяк. Могу обращать несколько сообщений. Кстати, Людочка, пока не пишут, наши слушатели на смс-портал 5-5-3-3, а скажите, пожалуйста, а вот вы, такая красивая женщина, как вы попали в маппет-шоу? В маппет-шоу, да. Однажды мне предложили, очень случайно это было. Просто человек, который дружит со мной, предложил мне попробовать поучаствовать там. Я очень разными голосами могу говорить, то есть мультяшными. Ну, к примеру. Ой, детечка, я молоко пришла. То есть я могу разные, разные, разные абсолютно голоса озвучивать. Но я просто с детства изучала это. И вот он предложил мне поучаствовать там. Я там была какой-то красоткой, к которой постоянно приставали эти куклы. Да, серьезно. О, это круто. А я мисс Пигги люблю там, она вот так делает волосы. Да, она хорошая. Ну, что же, значит, Света, слушайте свою порцию объяснения в любви. Светочку люблю, вас уже 8 лет, но, видимо, безрезультатно. Сурганова браво, ух, как круто. Да, ну и Москва пишет, что уже лет 15 землянами кушал коньяк. Ну, правда, назад. Это, ну, Света, еще много-много всего интересного. Даже вспомнили почему-то, ни с того ни с сего, пресс-конференцию президента вчерашнего. О, а в контексте... Ну, не навеяло, что сейчас навеяло. Да, в иллюминаторе навеяло. Вот, Люда, ну, а вам тоже написано, что мурашки по коже и другие, да, там, насекомые, видимо. Но в Санкт-Петербург всех переплюнул. Говорит, вау, у нас такой есть пенсионер Герман Елисеевич. Ой, вообще, человек с удивительным вкусом. Да, и он сказал, говорит, я даже знаю такое слово. Вау. Света, переходим к тебе. Ну, вы понимаете, что наш конкурс продолжается, битва, как говорится. В конце, вы знаете, да, какой вы получаете подарок, приз? Нет, конечно. Поете песню живьем. Ух, а то все это время мы подфонограммами. Да, подфонограмму. Скажите, Света, я понимаю, что вы очень тонкий ценитель поэзии, но, понимаете, мне кажется, что... Вот, создала себе имидж. Да, вот, а скажи мне, пожалуйста, вот о чем ты сейчас в последнее время пишешь стихи? О вечном. Вот я думаю, ну... О вечном и о любви. Как перевести это на русский язык вот это слово нехорошее? Зачем тебе это? Ведь на самом деле так хочется... Вот, смотри, как у нас... У нас сейчас тут певцы поют, кто о чем, кто о шарманке, кто о... И счастье какое им, а? А ты вот все поешь о вечном. Ну, кто-то должен петь о вечном, Аниша. А главное, что нам нравится это. Да? Да. Вот, и еще. Почему все-таки английские песни очень трудно переводятся на русский язык? Вот я заметил, что последний... Другой менталитет другая, вообще фрезеровка другая, сам язык построения предложений, вот, ритмика, музыка языка другая. Да. Я потому что смотрю, что некоторые наши исполнители хотят вот исполнить, да, зарубежную песню с русским акцентом. Ничего не получается. Ну что ж, Света, где моя коробочка? Слова, Катерина, у нас же длинное слово. Попробуй его уместить. Да, попробуй, уместить короткую. В свечусь. Светочка, а зачем вы мне ее передаете? Я хотела просто спросить, где ваша коробочка, я помню. Давайте забывай, он как у нас это. Рыбка с короткой памятью. Забыла, куда была? А именно, право. Знаете, зато сам главный, не утонул, ты понимаешь, а всплыл. Нет, я хотела вот о Свете сказать. Недавно мы были на одной вечеринке вместе со Светой, и вы знаете, меня поразило то, как она читает стихи. Вообще редко кто умеет это делать. А мы все равно пристанем потом, да. Да, вы пристаньте, пожалуйста, к Свете с этим, это же мне очень хочется, чтобы она хоть что-то прочитала. Но пока, Светочка, давайте выберем еще одну песню, берите коробочку моей бабушке. А это долго вообще будет продолжаться? Вот я вижу Алену Свиридова, а Алену Свиридова никто и никогда. Знаете, я могу сказать вам, Света, Алена Свиридова в прекрасной форме. Тем более она сейчас сменила, как говорится, размер немножечко. И цвет. И цвет, да. Я очень за нее рада. В смысле? Ох, ничего. Она была одновременно такая вот, у нее было все сдержано здесь, где у Семеновича там, как раз, все и прет в огороде. Потом, да, потом она, значит, ночь как-то разошлась, а сейчас она... Ой, мужчины, сплетники. Только я не знаю, это было вот так, сдержано, а стало вот так. Да, мужчина должна назвать девушка с высшим образованием. Да, потому что мне нравится. И Алена сказала, что все, говорит, не дождетесь. Как Дмитрий Медведев, до 70 лет буду петь. Извини, Парас, Олешин, да. А Дмитрий Медведев у нас поет? Ой, тоже песни, да. Он работает до 70 лет. Светлана Стурганова. А можно погромче Финограмма? Да, Олежек, а вот здесь. А давай сначала... Где, где кнопка? А, это еще вступление. Да, это вступление. Я решила зайти к тебе Как-то на днях Мы не виделись Тысячу лет Но я знаю, Остался в душе у меня Твой далекий И ласковый свет Весь никто Весь никто Никогда Да, вот так Не любил тебя Так, как я Не любил тебя Так, как я Прыгаешь Танцуйся Ты открылась И я не узнала тебя Ты стал взрослый Совсем не такой Я застыла на месте Свой шарф теребя И подумала С прежней тоской Что никто И никогда Что никто И никогда Не любил тебя Так, как я Не любил тебя Так, как я А-а-а-а А-а-а 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 Ну, гитаристы мы знаем Кто у нас здесь А-а-а Серечка, давай Я ритм-гитарист Я могу так попринчать А-а-а Тренинг твердей Тренинг Труба Как всегда Поутру Ты на кухне курил Чет И собака Лежала у ног О, молодец, спасибо Я рассеянно слушала Но ты говорил Что теперь Ты понять только смог Что никто и никогда Что никто и никогда Не любил тебя Так, как я Не любил тебя Так, как я А-а-а 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 А-а А-а Что никто и никогда Что никто и никогда Что никто и никогда Что никто и никогда И никогда И никогда Светлана Сурганова, уважаемые друзья! До встречи после новостей! Я так давно не слышала эту песню! Да-да, я тоже! 16.30 в Москве. С новостями на маяке Степан Гришин. Росавиация аннулирует сертификат эксплуатант авиакомпании «Татарстан». С 31 декабря ранее аннулировать этот документ рекомендовала комиссия ведомства. В ходе неплановой проверки авиакомпании были выявлены нарушения в подготовке персонала, соблюдении режима труда и отдыха членов экипажей. Поводом для проверки стала трагедия в аэропорту Казани. 17 ноября Boeing 737, принадлежащий Татарстану, рухнул на землю при заходе на посадку. В результате погибли все 50 человек, находившиеся на борту. Владимир Путин еще раз призвал академиков и Федеральное агентство научных исследований очень аккуратно относится к имуществу ран, поскольку его будет трудно вернуть назад. Сегодня на заседании Совета при президенте по науке образования глава государства заявил, что раздать нуждающимся – это самое простое дело. Цитата. «В современном мире мы знаем, чего сколько стоит в столичных городах, в Москве, земли, недвижимость. Очень легко это передать, а потом почти невозможно получить», – сказал Путин. Дмитрий Медведев потребовал разобраться с причинами роста смертности от болезней системы кровообращения в ряде регионов. Об этом премьер заявил сегодня на заседании Президиума Совета при президенте при реализации приоритетных нацпроектов и демографической политики. Медведев добавил, что негативную динамику роста смертности от таких болезней удалось переломить. За последние годы эти показатели сократились почти на 20%. Химический состав противогололедных реагентов, которые применяются зимой на столичных дорогах, прошел федеральную экспертизу на оптимальный и не вредит экологии. Такое заявление сделал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. К его словам, если не применять в столице реагенты, мы бы имели печальный исход на дорогах, на улицах. Взять хотя бы прошлый год, когда в течение суток выпадало 40 см снега. Или вспомним ледяные дожди, заметил Бирюков. О погоде сейчас в Москве 2 градуса мороза. Новости спорта. Студия Михаил Кедровский. Здравствуйте. Женская сборная России по керлингу в финальном матче универсиады в Тринтино взяла верх над командой Южной Кореи 8-4. Таким образом, наши девушки принесли России 13-ю золотую медаль студенческих игр. В число кандидатов на пост главного тренера Казанского Рубина, по информации СМИ, вошли Юрий Семин, Станислав Черчесов, Валерий Непомничий и два иностранных тренера, чьи имена они называются. Между тем, в самом клубе о дальнейших шагах пока не говорят. Из Казани наш собственный корреспондент Александр Медведев. Курбана Бердыева в клубе очень много людей, с кем он вместе пришел, это и с числа тренерского состава, и анистративные работники, тот же директор интерната, Иван Данильянс. Вот трудоустройство этих людей будет под вопросом, потому что куда-то перейти Бердыеву с этой своей большой командой будет очень сложно в другой клуб. Ну, пока о кандидатурах, кто заменит уволенных людей в клубе, не говорят. Должность вице-президента, который занимал Камилю Сахаков, она упразднена, будет в новом штатном расписании. Я знаю, что велись переговоры с рядом тренеров еще и раньше, но пока никаких конкретных фамилий никто не называет. Ну, ломать просто, строить очень сложно. И вот то, что было в Рубине сделано в течение стольких лет, команда все-таки дважды выигрывала чемпионат России, сейчас, конечно, очень сложно будет создать нечто подобное. Хотя, с другой стороны, может быть, как раз придет новая команда, новых топ-менеджеров, молодых, амбициозных, и они смогут сделать то, что не удавалось сделать предыдущему поколению. То есть команда заиграет так, что народ валом повалит до новых показаний арену. Ну, это, конечно, хотелось бы это видеть. Поживем и увидим. Рубин остался без тренера сегодня после увольнения Курбана Бердеева. Он возглавлял футбольный клуб с 2001 года и дважды приводил его к победе в чемпионате России. Полузащитник казанского Рубина Роман Еременко попал в сферу интересов зенита и может сменить столицу Татарстана на Санкт-Петербург уже в зимнее трансферное окно. Как стало известно спортбоксу, финский полузащитник является основным кандидатом на замену Роману Широкову, который с высокой долей вероятности покинет сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне Еременко провел в составе казанцев 17 матчей, в которых забил два гола. На сегодняшнем заседании с полкома РФБ известные российские баскетболисты, наставник Анатолий Мышкин назначен на пост главного тренера женской сборной России. Последним местом работы 59-летнего специалиста было Курская «Динамо». Пока это все о спорте, в студии был Михаил Кедровский. Битва хоров. Долгожданный финал. В это воскресенье мы узнаем, кто станет победителем проекта и лучшим хором России. Виктор Дробыч с командой Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Доминик Джокер и хор Алтайского края. Или Олег Газманов и лучшие голоса Краснодарского края. Все решат телезрители. Битва хоров. Финал в воскресенье в 16.00 на телеканале «Россия». Без ужасных ограничений. Маяк. Говорит и показывает. Маяк. Живой звук. Уважаемые слушатели, мы продолжаем дальше поддерживать во всю силу своих, как говорится, легких и мускулов суперпроект на канале «Россия-1», который выходит, как вы знаете, по пятницам в 12 часов ночи. Бьет куранты. Да, все спят. Бом-бом. Да, бом-бом. И в это время выходит живой звук. Некоторые превращаются в тыкву. А некоторые поздравляют народ с Новым годом. Главное не забыть вовремя вернуться домой. Итак, сегодня в студии у нас замечательная певица, участница этого суперпроекта. Это Людмила Соколова и Светлана Арбеевна. Да вы что, как вы могли. Здесь, Вадим, вы не одинок. Это очень часто, да? Оговорка. По Фрейду, не по Фрейду, не знаю. Свет, прости, пожалуйста. Нет, мне до сих пор приятно. Хуже, я помогу только когда... Все-таки это было. Ну, понятно, просто ты валенок, поэтому тебе простите. Вот если бы вы сказали Диану Сурганову, там был бы, наверное, конфликс. Это бы, да. Нет, я просто могу забыть, как Филипп Киркоров как-то кого-то поздравлял на какой-то церемонии, где спонсор была компания Кока-Кола. И он говорит, вы знаете, спасибо, конечно, компании Пепси-Кола. Вы знаете, говорит, меня, да, говорит, я Крупский, мужа вашего Крупского, я тоже знаю. Здесь Светлана Сурганова. Светлана Александровича Шенков написала, наша группа ВКонтакте, там тоже люди пишут отзывы. На меднем проходил мимо вашего дома, Светлана. Насвистывал Нирвану. Надеюсь, свист долетел. Уважаемые слушатели, итак, программа Живой Звук, которая выходит на канале Россия 1 в полночь, в пятницу. Сегодня, кстати, будет 00.05. Там наши звезды российской эстрады поют песни, к сожалению, не свои, а чужие. Но, как называется, не под фонограмму, честно и искренне. А как могут? А как, да, как могут? Не под фонограмму, а как могут? Мы устраиваем сегодня такой, знаете, это такой тренировочный тест. Света нам только что успела. Кстати, Света, вы знаете, после того, как я прослушал вашу песню «Никто никогда», я вдруг понял в своем мысли, что несмотря на то, что Алена расцвела, не знаю, до какого размера, вы ее спели как-то более тонко, как-то более женственно. Я прям вдруг почувствовал в ней какую-то большую тайну в этой песне. А вам нравится кавер-версия, когда артисты перепевают другие или специально делают кавер на старые песни, возрождая их таким образом? Почему нет? Конечно, нравится. Все равно это всегда немножко другая трактовка, это другой акцент, и как будто видишь песню немножко с другой грани. Это всегда интересно. Не надо забывать оригиналы, безусловно. Но новое дыхание песни, новая жизнь. А можно я, Светь, пожелаю? Конечно, да. Чтобы буквально в ближайшее время было много каверов на Светину песню. Вот я этого желаю, потому что это значит, что песни любят, песни слушают. Вот это мое личное. Люда, скажи мне, пожалуйста, перед Новым годом. Спасибо. Я понимаю все, да, в этой жизни, что, конечно, волжские красоты передаются не только в песни издалека долго, но и на лице девушек и женщин, которые родились, например, в городе Волгоград, это я про Лена Батинова, или в городе Волж, который находится... В Волгоградской области, да. В Волгоградской области, да, мы землячки, конечно, милая, милая. У нас очень стол большой, мы не можем, да, милая, землячка. Поэтому, Людечка, хватайте шкатулку и ищите песню. Вау, какая хорошая шкатулочка. Шкатулочка очень хорошая. Ну и пока Людмила открывает, замочек. О, я уже нашла. Да как так быстро? Конечно, Алла Борисовна Мэри. О, отличная песня, я не помню. Мэри, что-то не плачет. Похоже на... Вот, сейчас текст принесут. Сейчас вам принесут текст. Слушайте, итак, Людмила Соколова, песня Мэри. Властная. Да, сейчас мы найдем. А, будем вместе, да? Никому тебя не... А, все! Мэри, запыхалась ты на беду, Мэри. Мэри, отдохни-ка на берегу. Мэри, Мэри, он ушел, это не беда. Мэри, Мэри, ну какие твои года. Мэри, Мэри, никому теперь не верит. Мэри, Мэри, горько плачет. Мэри, Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, ну хватит плакать, жизнь такая штука, Мэри. Мэри, где стихи, там и фроза. Мэри, где шипы, там и розы. Мэри, а на дворе гитара и вино. Хорошее сочетание. Мэри, и ребята, жду тебя давно. Мэри, загуляла ты на беду, Мэри. Мэри, целовалась ты на беду, Мэри. Мэри, полюбила ты на беду, Мэри. Мэри, трудно ангелом быть в аду, Мэри. Мэри, никому теперь не верит, Мэри. Спасибо, Светочка. Мэри, горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, но хватит плакать, жизнь такая штука, Мэри. Мэри, где стихи, там и фроза. Мэри, где шипы, там и розы. А на дворе гитара и вино. И ребята ждут тебя давно. О, как неожиданно. Затейная гитаринка. Мэри, никому теперь не верит, Мэри. Мэри, Мэри, горько плачет, Мэри. Мэри, это твоя первая потеря. Мэри, но хватит плакать, жизнь такая штука, Мэри. Мэри, где стихи, там и фроза. Мэри, где шипы, там и розы. Поэтому я больше люблю фаны. А на дворе гитара и вино. Я идти как правило. И ребята ждут тебя давно. Мэри, где стихи, там и фроза. Мэри, где шипы, там и розы. А на дворе гитара и вино. Мэри, шампанское ушко, что ли. И ребята ждут тебя давно. Жизнь такая штука, Мэри. Браво! Спасибо всем за поддержку! Лёна Соколова! Спасибо. Лёночка, ты прекрасна! Спасибо. Я выросла на песне Халла Борисовны, я честно скажу. Мне кажется, сейчас она слушала и волновалась. Да, я думаю, что... Кстати, а ты же принимала участие, по-моему, когда Халла Борисовна решила замолчать на время. В Крокус Сити Холле, да, на концерте пела «Три счастливых дня». Она в Крокус Сити Холле замолчала. Ладно, а там место такое проклятие. Был концерт, который назывался «Ты молчишь». А, я поняла. А я попою, да? Нет, подождите, подождите, наоборот было. Я молчу, а попою спою. Ты да, ты да. Да-да-да. Вот я в этом концерте. И что произошло, когда вы запели? А я помню, как Алла Борисовна объявляла, «Так хочется из всего, что я прослушиваю, найти хоть немножко, какую-нибудь жемчужинку, я уж не говорю о бриллиантике. Правда, сейчас выйдет на сцену певица, которую почему-то мало знают». И так далее. И там было 15 минут объявления. Так это напротив точно. Мне было, знаете, как приятно. Да. Очень приятно. А ты был на концерте? Я не был на концерте, но я слышал об этом. Я слышал. Я слышал об этом. Сложнейшая песня «Три счастливых дня», я ее выбрала специально. А, сложно. И я не надеялась, что Алла Борисовна меня пригласит. Но я ей очень благодарна за то, что она пригласила. И вот я спела. Я всегда думаю, почему Алла Пугачева ремиксы не делает на своей песне? Нет, почему она делает иногда? Ну, все еще впереди. В строю, да. Конечно. Перерабатывай классику называется. Ну, понятно. Ладно, извините. Кстати, Людочка, извини, пожалуйста, что я тебя прервал на такой высокой ноте про Аллу Пугачеву. Скажи мне, ну, а Стас Михайлов зачем? Однажды я пела в ресторане «Маррио». И туда пришла. И он закатился в группу «Братану». Это правда, я не вру. Он пришел, пришел своей прекрасной женщиной, и теперь она его жена. Пришел и спросил меня, не могла бы я исполнить песню Mariah Carey «Can't leave without you». Это такая, это такая, это такая же. «Can't leave». Вот я ее спела. Он говорит, иди сюда. Я подошла, он говорит, а не могла бы ты исполнить песню, которая называется «Мечты» из репертуара Саши Иванова. Но, кстати, ее написал мой супруг, эту песню, Владимир Ковалев. Ну, просто об этом мало кто знает, но вот Стас Михайлов знал. Да, и он попросил меня эту песню исполнить на концерте, потому что это была его одна из любимых песен. Слушай, ну круто, ведь на самом деле это бывает... Какой у него вкус. Да, чудеса. Все не столько открытий чудных. Да, я ему тоже благодарна. Не все так плохо, как Стас Михайлов. И вот недавно мы, кстати, с ним, будет сюрприз для всей страны, исполнили песню «Все для тебя», «Только дуэтом». Понятно. Олеженька, ты понимаешь, в чем дело? Олежка говорит, последнюю песню. Последнюю песню. Да ладно, нет. Мы можем петь до утра. Но я все-таки хочется поговорить немножечко о биологии. Можно Свету послушать? Давно пора о биологии. Мы хотели стихи попросить. Света, давай какие-нибудь стихи о биологии. Отношения полов. Ты, меряще меня по дням, со мной жаркой и бездомной по раскаленным плачням шатался? Нет. Вот луной огромный. Признавался. И в зачемленном кабаке подвис гнистого вальса. Ломал ли в пьяном кулаке мои пронзительные пальцы? Каким я голосом во сне шепчу? Слыхал? О, дым и пепел! Что можешь знать ты обо мне, когда со мной не спал и не пил? Браво! Ура! Браво! Это перед новым годом такой подарок всем мужчинам. Марина Светаева. Как красиво. Подождите, это Светаева? Это Светаева, да. Здрасте, приплыли. Мы не опросили свои стихи. А исполнение? Света, а можно все-таки что-нибудь в своем? Вот такой рожденный, как говорится, изнутри. Ну, я не считаю, я их пою в виде песен. А это, понимаешь, сейчас это... А в виде поэзии? В виде поэзии нет. А стихи в виде поэзии нет. Да, да. Да, Светочка, тогда давай, мы у нас, понимаешь, что дело, мы прятали рояль в кустах, но рояль, к сожалению, не доехал. Опять же давайте. Давай, так, гитару. Бери гитару. Студия. Бери гитару в студию. Я подай, нет? А я сама. Она здесь? Гитара здесь, конечно. Классно. Вот. Светуня достала гитару. На радиомаяк есть все абсолютно. Конечно. Гитары. Семечки. Слушайте, Люда, ну а пока Светлана настраивается, поете восхитительно. Спасибо. Песня, конечно, дурацкая. Которая? Ну, про Мэри. Мэри? Да. Это про несчастную женщину. Да, но Сурганова молодец. Вячеслав. Ну, видимо, подумал, что это... Ну, мы все сегодня перепутали, вот так смешали. Пятница, потому что... Да, пятница. Но девчонки обалденные. Это Псковская область. Всем спасибо. Много-много вам комплиментов пишет. Не знаю. Вам посерьезней? А ты знаешь, как получится. А пока Светлана настраивается можно, я прочитаю маленькое такое стихотворение. Я его написала 6 лет назад. Я тоже пишу стихи и песни, но просто пока еще не раскрылась в этом. Буквально вот... Нет, Светлана настраивается. земное благородство, а не вызывать повсюду жалости с проблесками лжи и превосходства. Только бы хватило сил и времени, чтобы пройти по этой жизни гордо, не существовать фальшивым пением, а звучать восторженным аккордом. Светочка, мы слушаем вас. Людмила Соколова. Спасибо. Тоже вот действительно, вот это прямо открытие за открытие. Слушай, Люда, можно мы Свету подслушим? Конечно, можно. Такой день мы приносим много. А Света сняла очки. Это первый признак того, что она раскрылась перед нашими слушателями. Итак, Светлана Сурганова. Еще ни на одной радиостанции эта песня не звучала. Ой, есть иллюзив. Называется «Мой путь». Да буду слов, чтоб не забыть. Забудусь сном, чтобы уплыть к тем берегам, Которому счету нет, Где смыт волною след. Доверю ветру парусам, Тугой путь сделает их грудь, Мой путь, Как скомканный листок черновика. Да ну и пусть Меня научат небеса, И я сюда вернусь. Когда замкнется круг, Затопит все мои причалы, Он даст мне знак уйти, А значит, все начать сначала. Тогда я стану ветром, Тогда я стану ветром В твоих незаплетенных волосах. Узнаю, как тут дальше жить, Как эту реку переплыть, И переплавить боль бессмыслице в строку. Да я смогу к твоей душе, Как и тогда. Ведет крутых ступеней спуск, Мой путь, как стоптаны подошвы, Нагота. Да ну и пусть Меня подхватят в небеса, И я сюда вернусь. Когда замкнется круг, Затопит все мои причалы, Он даст мне знак уйти, А значит, все начать сначала. Тогда я стану ветром, Тогда я стану ветром В твоих незаплетенных волосах. Тогда я, слышишь, стану ветром, Тогда я точно стану ветром В твоих незаплетенных волосах. Спасибо! Молодец! Света, надо петь только свои песни, Потому что голос абсолютно по-другому звучит В своих песнях. Вот, потрясающе. А что нам делать? Молодец! Это живой друг-то! Молодец! Проект будем поддерживать, А Света будет петь свои песни. А ты знаешь, что не надо меня пародировать? Это важно, потому что, вы знаете, Мало кто может спеть свои песни своим голосом. В основном всегда пародия происходит какая-то у нас. Ну, я не буду называть эти проекты, В которых это происходит. Пусть каждый догадается. Сложно петь свои песни? Очень сложно петь своим голосом новую песню. Новую, абсолютно, когда никто еще не спел ее. Да, это непросто. Слушайте, а может быть... Браво! Браво! Слушайте, а может быть, мы тогда и Люду попросим, Чтобы спеть акапелла. А что, например? А я не знаю, у нас музыки-то никакой больше нет уже. У нас уже своего... Тут у вас есть в этом будет. Да, дадим. Да, дадим. Дадим. Еще есть время у нас, да? Есть, конечно, время. И все-таки, пока Люда вытаскивает, Светочка, К вопросу о биологии. Как называлась эта динсертация? Она что-то радуется, смотрит на. Что там запрыгнуешься? Я тоже радуюсь. А я тоже радуюсь. А какая песня? Ну, какая? Знаешь, как она написала? Шесть Грэмми, которые в Америке заняла. Ну-ка, что там было? Running in the deep. О-о-о-о, Белиза! Белиссива! Кто только ее не пил. Да, ее кто только не пел. Но ее надо спеть лучше, чем напрасно. Там очень сложное начало, там нужно попасть вовремя, да. Ну что же. Не понимаю по-английски. О-о-о-о! Людмила Соколова! Ну-ка, ну-ка. Эти пластика. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...